Это случилось в Москве. Мне только что минуло 17 лет. Возраст, в котором жизнь литератора представляется торжественным путем к славе, усыпанным розами и лаврами. Вступить на этот путь казалось мне верхом счастья, доступного смертному. Я теперь не помню явно содержание моего первого рассказа. Если не ошибаюсь, в нем говорилось о том, что было прекрасное майское утро, что молодой и красивый человек по имени Вальдемар влюбился в это утро в девицу Людмилу, исполненную необыкновенных достоинств. И что девица Людмила изменила самым коварным образом Вальдемару ради кавалерийского офицера. Рассказ назывался «Ранние слезы». Переписав ранние слезы по крайней мере раз в восемь, я отнес их поэту Венкову, который часто бывал у нас в доме и благоволил ко мне. Поэт Венков писал одновременно почти во всех русских газетах и журналах и обладал изумительной способностью повсюду втискивать гражданскую идею. Если он описывал «Грозу», то непременно в конце стихотворения выражал надежду, что над дорогой родиной когда-нибудь разойдутся нависшие тучи. Вид водопада напоминал ему плененную мысль, разбившую насильственные оковы. Я и теперь совершенно точно припоминаю его характерную физиономию. Яйцевидное лицо, все изрытое оспой, и постоянно склоненный на бок, жиденькая, беспорядочная, трясущаяся бороденка песочного цвета, длинный нос, слеповатые глаза и высокий конический лоб, по обе стороны которого падали на плечи прямые редкие волосы. Он никогда не присаживался и постоянно ходил по комнате из угла в угол, причем так широко и смешно расставлял свои кривые ноги, как будто бы находился на палубе корабля во время бури. Если же это бывало дома, то, сделав три-четыре конца от одного угла до другого, он каждый раз подходил к небольшому шкафчику, отворял его, доставал оттуда графинчик с настойкой и две рюмки, одну для себя, другую для собеседника. Пил со страшными гримасами на лице и, спрятав настойку обратно в шкаф, продолжал ходить своей морской походкой по комнате. Иван Леодорович принял мой рассказ очень снисходительно и обещал куда-нибудь пристроить, хотя, наверное, не ручался за успех. Но и этого туманного обещания было для меня гораздо более чем достаточно. Однако прошел месяц и другой, и третий. Рассказ давно уже находился в редакции московского иллюстрированного листка, а между тем судьба его была покрыта мраком неизвестности. Вероятно, за это время я порядком таки надоел бедному Ивану Леодоровичу. Каждую среду и субботу, нас по этим дням отпускали из училища домой, я неизменно являлся к нему. В моих глазах он всегда читал один и тот же жадный вопрос и ничем не мог меня успокоить, кроме неопределенных увещаний, что надо подождать и потерпеть. Нельзя же сразу. Редакция прям завалена рассказами. Ужасные слова. Редакция завалена рассказами. Но ведь это другие, посторонние и неинтересные рассказы, а совсем не мои ранние слезы. Счастье пришло, как и всегда оно приходит, в то время, когда я менее всего этого ожидал. Однажды в воскресенье я был оставлен без отпуска за единицу, полученную мной по предмету военной фортификации, наука, одно название которой и теперь еще заставляет меня вздрагивать. В девять часов вечера стали один за другим являться отпускные юнкера. Кто-то сказал мне, я в то время был в курилке, «Калинин пришел из отпуска и ищет тебя». Меня это сообщение немного удивило. С Калининым хлащеватым и глупым малым мы до сих пор почти ни разу не разговаривали. Зачем я мог ему понадобиться? Мы встретились на лестнице, ведущей из курилки в роту. В руках у Калинина был длинный бумажный сверток. «Послушайте», — сказал Калинин, коверкая по обыкновению, фатовским манером свою речь, «какой-то шпак, на нашем языке это означало штатский, просил меня передать вам вот эту штуку». Он сунул мне в руки бумажный сверток. «Какой шпак?» — спросил я, сконфузившись за это слово. «Не знаю, довольно гнусного вида. Остановил меня на улице и спрашивает, не знаком ли я с вами. Я говорю знаком, так передайте, — говорит, — пожалуйста». Сверток издавал сильный запах типографской краски. Сердце замерло у меня в груди от какого-то сладкого предчувствия. Я нетерпеливо развернул бумагу и увидел два номера иллюстрированного листка. Впоследствии нередко были в моей жизни моменты очень большого счастья, но еще ни разу до сих пор не испытывал я такого сильного наплыва восторга, как в ту минуту, когда мои глаза увидели эти правильные строчки черных букв, отчетливо напечатанных на белой глинцевитой бумаге. Припадок обуявшей меня радости носил даже несколько дикий характер, и я не сумел ее выразить ничем иным, как безумными скачками через пять ступенек сразу. Прибежав в спальню, я продолжал бесноваться, прыгая через кровати и табуретки. Наконец, немного успокоившись, я опустил вниз свечачью лампу с контрабажуром и развернул листок. Но строчки прыгали перед моими глазами, и буквы сливались в черные полосы. Нужно было во что бы то ни стало поделиться с кем-нибудь моей радостью. Увидав кого-то из более мне близких товарищей, я бросился к нему. «Посмотри вот здесь в журнале, здесь напечатан мой рассказ». Я задыхался от волнения. Что же касается до него, он изумился и обрадовался гораздо менее, чем я ожидал. «Неужели?» – спросил он довольно равнодушным тоном и протянул руку за номером. Он стал читать, а я, обняв его сзади, заглядывал через плечо в дорогие строки. Он читал довольно медленно, и какое-то ревнивое чувство вдруг овладело мною. «Подожди, я тебе дам потом, я еще сам не прочел», – сказал я, вырывая от него листок обратно. Но едва я отошел от него, как потребность сообщить еще кому-нибудь о моем блаженстве, опять неудержимо заговорила во мне. Я показал листок по крайней мере десяти товарищам. Все они старались казаться заинтересованными, но к моему великому огорчению их участие не удовлетворяло меня. Наконец, вокруг меня собралась порядочная кучка оповещенных. Кто-то попросил прочесть вслух, и я начал голосом, прерывающимся от волнения и недавней беготни, с давно знакомой красивой фразой «Было прекрасное майское утро». Когда я закончил, слушатели выразили снисходительное одобрение. «Интересно будет прочитать критику», – заметил чей-то уверенный голос. Тем временем моя аудитория привлекла новых любопытных. Узнав, в чем дело, они тоже выразили желание послушать, и я во второй раз с тем же удовольствием прочел свое произведение. И каждый раз, когда я снова начинал его читать, я находил в нем все новые красоты. Но мне и этого было мало. Я заставлял читать вслух других, а сам прислушивался с закрытыми глазами, стараясь вообразить себя посторонним человеком. На другой день меня подозвал к себе Дрозд, мой ротный командир. «Дайте мне сейчас то, что вы там наморали», – приказал он суровым тоном. Я притворился непонимающим. «Что такое, господин капитан?» «Там вы чепуху какую-то написали в газетишке. Дайте ее сюда и без разговоров», – сказал он. «Делать было нечего, я принес ему один номер листка. Он развернул его и, ткнув пальцем в мои инициалы, спросил. «Это?» «Это господин капитан», – ответил я с гордым достоинством. «Ступайте в карцер», – произнес ротный командир, разрывая драгоценный номер вдоль страниц. «И если это повторится еще раз, вы будете исключены из училища». Ну, я пошел в карцер, поступок дрозда с номером листка, хотя и возмущал меня до глубины души, но я уже знал и утешал себя сознанием, что двигатели просвещения всегда терпели и будут терпеть несправедливые нападки невежественной толпы. Я отсидел двое суток, но мне не было скучно, потому что со мной был оставшийся в живых номер листка, и я читал свой рассказ «За поем». Я даже прочел его вслух моему тюремному сторожу, сверхсрочному унтер-офицеру, который выразил свое одобрение восклицанием «Ловко». С той поры прошло много, очень много лет. Я уже по опыту знаю, что на литераторском пути гораздо более терний, чем рос, и, получая номер со своим произведением, не радуюсь ему, а спокойно считаю количество строк. Но в моей душе иногда шевелится жгучая зависть к тогдашней наивной радости и светлой вере.